сушка трансформаторов методом низкочастотного нагрева в наших прошлых видео мы уже говорили о том что изоляция одно из самых уязвимых мест трансформатора и фактически срок службы трансформатора определяется сроком службы его бумажной изоляции в свою очередь на срок службы бумажной изоляции большее влияние имеет вода которая способствует деструкции молекул целлюлозы и снижению электрической прочности поэтому на протяжении всего жизненного цикла трансформатора воду из изоляции обмоток необходимо периодически удалять в зависимости от того где приходится обслуживать трансформатор сушка изоляции производится с извлечением или без извлечения обмоток компании globe core разработаны технологии и оборудование для сушки твердой изоляции трансформаторов которые применяются в обоих случаях сушка с извлечением обмоток может выполняться в вакуумной печи у с сушка без извлечения обмоток может реализовываться за счет установки обдува горячим воздухом суховей установки непрерывной сушки трансформаторного масла сорбентом smm 260c установки термо вакуумной сушки smm 4 дроп 7 или установки вакуумного вымораживания водяных паров и ней в этом видео мы расскажем о том как реализуется метод низкочастотного нагрева который является одним из самых совершенных методов сушки обмоток трансформаторов в плане эффективности извлечения воды а также экономии времени и энергии при прохождении переменного тока через проводник электроны которые движутся упорядоченно и с определенной скоростью сталкиваются с атомами вещества из которого изготовлен проводник при этом часть энергии электронов переходит в тепло и проводник нагревается идея метода низкочастотного нагрева заключается в том чтобы сделать это тепло контролируемым и использовать его для удаления воды из изоляции обмоток чтобы реализовать этот метод на практике нам необходимо с помощью частотного преобразователя преобразовать сетевой трехфазный ток частотой 50 или 60 герц в трехфазный ток частотой 1 герц при этом значение амплитуды преобразованного тока не должно превышать номинального значения тока для высоковольтной обмотки дальше ток уже низкой частоты подается на высоковольтные обмотки отключенного трансформатора а низковольтные обмотки при этом замыкаются накоротко Благодаря магнитной связи между обмотками высокого и низкого напряжения, в обмотках низкого напряжения также начинает протекать контролируемый ток. В результате протекания низкочастотных токов обмотки высокого и низкого напряжения нагреваются изнутри до типичной температуры сушки 110-120 градусов Цельсия. Чтобы не допустить перегрева в процессе сушки, температура обмоток постоянно контролируется. За счет того, что при нагреве токами низкой частоты источником тепла является сама обмотка и нагрев идет изнутри, удаление воды из толщей изоляции протекает быстрее и более полно в сравнении с другими методами нагрева. Метод низкочастотного нагрева может применяться как для сушки новых обмоток до их установки в трансформатор, так и для сушки обмоток возрастных трансформаторов. При сушке новых обмоток для повышения эффективности метод низкочастотного нагрева может использоваться совместно с вакуумными камерами. В этом случае токи низкой частоты хорошо прогревают обмотки, а выделившаяся вода в виде пара отводится из камеры за счет вакуумирования. При сушке обмоток возрастных трансформаторов совместно с модулем низкочастотного нагрева одновременно можно использовать установки термовакуумной сушки и вакуумного вымораживания водяных паров. Это позволяет обойтись без извлечения обмоток из трансформатора. В процессе нагрева обмоток вода переходит из бумажной изоляции в масло, а из масла удаляется с помощью установки термовакуумной сушки. После одного цикла сушки содержание воды в твердой изоляции трансформатора не превышает 1%. Метод низкочастотного нагрева может использоваться для сушки обмоток новых и действующих трансформаторов любого габарита в ремонтных цехах и в полевых условиях. Качественная сушка с использованием низкочастотного нагрева повышает электрическую прочность и продлевает срок службы твердой изоляции трансформатора как минимум на 10 лет, а чаще всего и больше. А какие способы для сушки изоляции трансформаторов используете вы? Поделитесь своим опытом в комментариях. Чтобы не пропустить наши новые видео на тему обслуживания трансформаторов, подписывайтесь на канал GlobeCore и получайте уведомления. Субтитры создавал DimaTorzok